здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня у нас в работе блок bcm chevrolet cobalt это старый блок много функций не работает одна сторона поворотников не работает еще что-то там не работает то есть его затопило но на связь он выходит нам принесли блок б.у. с разборки нам нужно перелить отсюда и флеш и eprom вот в этот блок делать это мы будем все с помощью его терминал нашей коробочки автоматического управления питания вот она и давайте сейчас по мануалу подключимся к блоку bcm давайте откроем с вами help его терминал вот он у нас откроем opel bcm и посмотрим как нам подключаться на нашем блоке так это другой блок вот он наш блок значит в первом разъеме нам 1 4 нужно подключить 1 это минус 4 плюс во втором разъеме мы подключаем can low и can high и в третьем разъеме 5 контакт подключаем опять же плюс так значит первом разъеме у нас верхний это масса черный так дальше 4 у нас плюс вот одеваем дальше can идет у нас во втором разъеме can low вот сюда и can high вот сюда вот так вот соединяется can так и осталось нам еще подсоединить одно питание это питание в третьем разъеме 5 ножка 1 2 3 4 5 вот она 3 с краю вот такое подключение на нашем блоке теперь давайте запускать программу его терминал и вычитывать этот блок запускаем его терминал давайте 49 версию запустим выбираем gm opel выбираем bsm и выбираем bsm info включаем зажигание и считываем информацию о нашем блоке вот пожалуйста здесь появилась информация и пробег появился и кодировки все появились запомним эти кодировки так возьмем его print screen нажмем и сохраним айди давайте папочку создадим создадим напишем old bsm и в него сюда сохраним наш скрин с нашими айди вот этими можно сохранить просто файл вот так можно сохранить айди сохранили файл вот такой он сохранил файл нам затем мы открываем вот такой вот блок то есть у нас процессор 70f 3469 и и пром 95 160 ищем где здесь у нас такой вот 3469 и 160 открываем теперь эту страничку и коннектимся к блоку bsm все здесь он нам написал что можно его читать и записывать давайте сначала прочитаем флэш так флэш у нас прочиталась открываем memory dump так смотрим что у нас здесь вот данные флэш здесь кодировки в ней лежат сохраняем ее нашу папку old bsm так пишем что это у нас флэш 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 так флэш мы сохранили теперь давайте читаем и пром вот так быстро прочитался и пром также в memory dump выбираем и сохраняем уже записав что это и пром все на этом чтение нашего старого блока завершено то есть мы здесь видим pin код пробег и win вот запомните этот win вот мы переключились на новый блок вот он у нас лежит верхний с разборки нижний тот который мы с вами только что считали давайте сейчас попробуем прочитать блок с разборки если он рабочий залить туда все со старого блока так давайте также мы откроем сначала bsm info включим зажигание и считаем информацию с нового блока с бушного точнее вот смотрим здесь то же самое то есть процессор и и пром одинаковый понятно что win не такой пробег тоже не такой давайте сохраним его файл только уже new bsm напишем что это id так теперь мы переходим вот сюда процессор у нас написано какой тридцать четыре шестьдесят девять плюс девяносто пять сто шестьдесят вот он делаем connect вот здесь он коннектится здесь статусы показывают и теперь можно и читать и записывать этот блок также нажимаем считать флэш сначала читаем флэш это мы читаем уже новый блок вот так его терминал показывают что считывают информацию если затенить немножко светодиод мигает блок читается новый наш читается довольно таки быстро так флэш мы прочитали с нового блока теперь давайте перейдем memory dump вот здесь флэш снова блока и сохраним ее уже в новый ubsm где у нас сохранили переходим опять сюда и считываем уже и пром вот так быстро и пром уже сосчитан вот смотрим здесь уже совсем другой пробег совсем другой пин-код и совсем другой вин также переходим memory dump и сохраняем уже папочку и пром и пром new теперь нам нужно открыть memory dump открыть из старого блока флэш вот flash old перейти на центральную страницу и поскольку уже он у нас законнектен этот bsm можно уже сразу же вот который мы открыли флэш старую вот из старого блока old flash мы уже можем ее загрузить то есть написать в write flash сейчас идет стирание flash и и теперь идет запись в flash содержатся кодировки сколько дверей и так далее и так далее какие фары в общем все функции блока центральной электроники итак по flash у нас записалась записалась удачно теперь давайте откроем memory dump откроем випром old старый который у нас и запишем и пром вот мы так быстро записали и пром а теперь давайте мы прочитаем и пром и вот здесь должны все быть данные уже старого блока вот мы видим что изменились данные давайте сейчас глянем в папке old вот этот вот рисуночек так следующий вот этот вот смотрим pin 4755 пробег 190 723 и здесь все то же самое и вин код 122 вот здесь у нас да на конце получается до 122 все клонирование блока завершено делаем дисконнект все дисконнект выполнен выключаем зажигание сегодня мы делали клонирование вот этих двух блоков шевроле cobalt делали с помощью его терминал и нашей коробочки управления питанием штекер это свой это его терминал вот он идет и уже юсби идет в компьютер всем всего самого наилучшего много хороших клиентов много интересной работы а самое главное крепкого крепкого здоровья